В субботу 25 января в день памяти святой мученицы Татьяны в студенческом храме святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела была совершена праздничная божественная литургия. Традиционно по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова по окончании богослужения всех ожидал праздничный благотворительный обед. Посетили богослужения и корреспонденты репортера. 25 января православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны. Этот праздник глубоко почитают верующие. С раннего утра в храме, который назван в честь святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана, было очень многолюдно. Престольный праздник не мог вместить всех прихожан, которые пришли, чтобы вознести свои молитвы. Традиционно храм посетил и почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Со всей семьей приехал сюда храм для того, чтобы помолиться за свою семью, за свою большую семью, Национальный университет, юридическая академия, за всех горожан, потому что они нуждаются в этом. Я хочу искренне поздравить всех учащихся нашей страны, нашего города. Я хочу отдельно поблагодарить всех, кто принимал участие в приготовлении сегодняшнего праздника. Я хочу пожелать всем нам счастья, удачи и любви. Будьте счастливы и пусть нас Господь хранит. 25 января отмечает храмовый праздник День Святой Мученицы Татьяны, покровительница студентов. Мой День Ангела. Поэтому для меня лично, конечно, отмечают это именины. А для всех верующих это праздник образования, праздник культуры. И для нашего храма любимого это День Рождения, это храмовый праздник, когда мы поздравляем друг друга, когда сегодня такой красивый благотворительный обед. Уже очень много лет здесь накрывается трудами преподавателей Сергея Васильевича Кивалова. И такой праздник, так мы отмечаем уже очень много лет. Почти 15 лет назад в Одессе была построена первая в нашей стране студенческая церковь Святой Мученицы Татьяны. Благословил строительство митрополит Одесский Измаильский Агафангел, а освящал храм специально приехавший в наш город митрополит Киевский и всей Украины Владимир. Помогали строить и преподаватели, и студенты, и все неравнодушные одесситы. Церковь имеет уникальную архитектурную форму и неповторимую роспись. Неудивительно, что уже в первые годы храм обрел многочисленную паству, став своим для множества прихожан. Я помню, как закладывался первый камень, я помню, как поднимался крест. Вы знаете, строительство храма – это всегда очень священное. Есть несколько этапов строительства храма. Это священная процедура, потому что, знаете, как сегодня патюшка на службе сказал, что это как рождение ребенка, как крещение младенца. Храм имеет свою душу и свое сердце. Вот поэтому сегодня посмотрите, сколько людей, столько верующих. И все хотят разделить традицию нашу и поздравить наш храм с праздником. Мы за божественной литургией возносили наши молитвы Господу Богу, в первую очередь о нашей стране, о нашей державе, о том, чтобы в Украине восстанавливался долгожданный мир, единомыслие, согласие всех граждан, о том, чтобы наш благословенный город, жемчужина у моря, также были под покровом Божьей Матери, чтобы святая мученица Татьяна заботилась и благословляла всех нас. Ну и, конечно же, о студенчестве, об этом самом золотом фонде всякого государства, особенно нашей страны. Студенты также считают этот день своим праздником. Ведь святая Татьяна на протяжении столетий считается покровительницей всех учащихся. Студенты молятся тут об успешной сдаче сессии, освещают возле икон свои зачетные книжки на удачу. В числе прихожан в этот день традиционно было много Татьян. Они пришли, чтобы в стенах храма получить помощь Божию по молитвам своей небесной покровительницы. Я люблю приходить. У меня много Татьян, моих подруг, и я люблю сюда приходить. Тут очень красиво, кивало, много делаешь. Спасибо ему. Она покровительница, считается студентов. И поэтому, если такую церковь, я первый раз сюда доехала, в эту церковь, и я просто благоговею. Это спасибо большое Кивалову за то, что он смог такую радость принести людям. Храм – это место, где живет Бог. И любой человек, который туда входит, он обретает эту духовность. Он может быть ближе к Богу. И это так важно вообще. Он всегда, Сергей Васильевич, подчеркивал о том, что для него эта духовность важнее, чем все остальное. В день празднования престольного праздника у храма святой мученицы Татьяны есть замечательная традиция, которая была основана в год создания храма почти 15 лет назад. По окончании богослужения во дворе храма устраивают праздничный благотворительный обед для всех прихожан. Праздничная трапеза готовится в полевой кухне. А помогают это делать студенты Одесской юридической академии Международного гуманитарного университета. Самое интересное, что каша очень вкусная. Приготовлена с любовью и правильный рецепт. Мясо, каша, соль, перец, лук. И все вот и получается. Вот мастера наши студенты. Это один из элементов воспитательной работы наших студентов. Они ходят в детские дома, они готовят праздники, вот такие престольные праздники. Они ходят в храм. Но прежде чем приступить к трапезе, ее непременно освещают священнослужители. И потом уже приготовленную под открытым небом в котлах полевой кухни, кашу с пыл и жару подают всем прихожанам. За поддержку президента нашего университета, национального университета Одесской юридической академии, бля стен студентского храма проводится такой щоречный благодейный святковый обед для всех прихожан. И мы, студенты, благодаря, конечно же, залюбке потребуем эту инициативу и сами берем участие в организации этого такого прекрасного действия. Трапеза очень важна. Здесь стоят люди и имущие, и не имущие. Одинаково стоят и получают трапезу. Вот спасибо Кивалову за то, что он такую традицию сделал. Церковь Святой Татьяны стала достопримечательностью города, украшением православной Украины. Многие иконы написаны монахами со Святой горы Афон, специально для храма Святой Мученицы Татьяны. Это иерская икона Божией Матери, иконы Скоропослушница, Влекопитательница и Всецарица. А одна из главных святынь – икона Святой Мученицы Татьяны с частицей ее мощей. Неотъемлемой составляющей храма является источник с живой водой – бюветный комплекс, что расположен рядом. Кроме того, этим летом по благословлению высокопросвященнейшего митрополита одесского измаильского Агафангела был открыт еще один бюветный комплекс на Академической 30 рядом с Международной академической школой Одесса и стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета.